Хочу показать, как можно легко и быстро удалять из фотографии ненужные предметы. Для этого мы будем использовать сайт-сервис. Вот так он выглядит. Здесь необходимо просто загрузить фотографию. Выбираем фотографию из своей галереи. Вот, например, такую. И здесь я хочу удалить изображение человека. Здесь есть всего лишь две функции. Это увеличить фотографию, значок лупы. Например, вот таким образом подвинуть, как нам нужно. И ластик. Для ластика есть еще ползунок, который регулирует толщину кисточки. Вот, например, я выделила то, что хочу удалить. Нажимаю клин. Ожидаем немножко. И вот еще хочу удалить здесь тень на воде. Клин. И, как видим, удаление сработало практически идеально. Вот наша фотография. Чтобы сохранить ее, нажимаем кнопочку вверху, стрелочка. И выбираем, куда именно мы хотим ее сохранить. Папку, фото. И сохранить. Теперь зайдем в свои файлы. Изображение. И вот наша фотография уже с удаленным объектом. Вернемся к нашему сервису. Здесь можно почитать информацию. Рассмотрим его плюсы и минусы. Первый большой плюс это то, что он бесплатный. Но, как вы понимаете, здесь есть свои ограничения. В бесплатной версии мы можем обрабатывать неограниченное количество фотографий. Но разрешение этой фотографии будет низкое. 720 пикселей. Но оно достаточно нормальное для социальных сетей. Но, например, для печати фотографий, наверное, этого будет недостаточно. И есть тут платные тарифы. За 2 доллара в месяц можно обрабатывать фотографии с высоким разрешением. А за 5 долларов в месяц можно даже удалять задний фон с фотографии. Но это уже для более профессиональной обработки. Если посмотрим ниже, то тут даже говорится, что для айфонов есть приложение. А для андроидов приложения пока что не существует. Но можно просто заходить на этот сайт и обрабатывать те фотографии, которые нам нужны. Ну, в общем-то, все, что я вам хотела рассказать в этом видео. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч!